Бабушкин внучок Опять приходит лето С холодными ночами И звезды падают с неба И шарит наши печали Было или не было, прошло или нет Дождями улезла и не осталось следа Ты моя, ты это навсегда Она не дает нас всего звезда Я ее для тебя достать смогу Только сны улетают и звезды тают Но я с тобою, ты же знаешь Без тебя, как ветер Без тебя, как ветер Таких руках на свете И так тебя не хватает Но было или не было, прошло или нет Дождями улезла и не осталось следа Ты моя, ты это навсегда Она не дает нас всего звезда Я ее для тебя достать смогу Только сны улетают и звезды тают Но я с тобою, ты же знаешь Ты знаешь Ты знаешь Ты знаешь Я ее для тебя, как ветер Ты моя, ты это навсегда Ты моя, ты это навсегда Но на небе одна Всего звезда Я ее для тебя достать смогу Только сны улетают и звезды тают Но я с тобою, ты же знаешь Одна всего звезда Я ее для тебя Я ее для тебя достать смогу Только сны улетают и звезды тают Но я с тобою, ты же знаешь Я ее для тебя Я ее для тебя Сегодня у нас в гостях Стас Пьеха Вроде Амласси АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Он дерется. Я говорю, ну что сделать? Ну дерется, но потом перестанет. Видите, ну перестал жить. Ну что с этим можно было сделать? Санкт-Петербург В 53-й детский дом Стас Пьеха всегда приезжает с подарками Нашу любимую гастрольную игру привез, в которую мы все время режемся с ребятами На поле, да? Давайте прям вот давайте, уберите, а... Об этом он еще никому не рассказывал Казенный дом 5 лет был его вторым домом, когда мама и бабушка уезжали на гастроли А дети-сироты и воспитатели заменяли Стасу семью Я же был беспризорником, мамы нет, бабушки нет Папы нет, дяди нет, никого нет Домоуправляющая наша, она директор этого детского дома, она постоянно была здесь Вот я постоянно перебрался сюда, и даже когда она уезжала, то есть я просто жил здесь В детском доме мне нравилось Впервые он попал в эти стены, когда ему исполнилось 6 И в детском доме Стасу Пьехе понравилось сразу Отдельная комната, много друзей, ему разрешили даже держать собаку Ну это была моя комната, вот с видом из окна, с чудесным Была другая комната, она была к этой стенке по лампу С виду это не детский дом, а дворец пионеров В актовом зале роскошная люстра, повсюду картины, новая мебель, свежий ремонт И только перед кабинетом директора Стас вспоминает Его в компании друзей-хулиганов регулярно вызывали сюда на ковер Я помню всегда эти лица, глубоким осознанием, чувством вины Я сразу в кабинет и... В детском доме Стас Пьеха быстро встал в доску своим Начал курить, пробовал алкоголь и даже решился на кражу со взломом Снял гвоздики, туда пролез, через это окно Посмотрите, какой я был небольшой, через это окно Набрал там, так сказать, всех медикаментов, каких только можно было Вот, самое смешное было, что там были очень вкусные такие черносливы вместе с семьями И вот, и мы съели попачки вместе с семьями, и все последующие два дня последние горшки На кадрах видео Стасу Пьехе 15 лет И он не скрывает, в то время он был настоящим сорвиг головой В престижную гимназию он приходил не учиться, а выспаться и увидеть друзей Поэтому на всех уроках сидел на задней парте Вот здесь можно было спать Можно было рисовать, я все рисовал, что-то какие-то стихи писал себе Вот и учителя подтверждают, Стас Пьеха всегда был себе на уме На математике и физике считал ворон, а на английском и литературе был лучшим в классе Я, конечно, в своем мире таком, вот не случайно, там и стихи писал, и музыку Ну, как любой творческий, наверное, человек, и человек необычный Такие люди, как правило, неудобные в школе, они неудобные Потому что гораздо неудобнее, когда тебя все слушают, беспрекословно выполняют, тебя боятся Знаменитая бабушка Эдита Пьеха воспитывала внуков в свободное от гастролей время Зато сейчас на всех концертах Стаса Пьехи в родном Петербурге почетное место в ВИП-ложи занимает любимая бабушка. После выступления Эдита Пьеха, как обычно, заходит в гримерную и отчитывает внука по полной программе. Я тебя убить? Нет, да я. Много болтаешь. Много прыгаешь. Чуть-чуть хочется уже взрослеть. А потом все же признается, она им гордится. Молодец. И он своим честным трудом доказал, что не зря носит фамилию Пьеха. Я всю жизнь делал все сам, как бы все выборы делал сам, то есть все свои ошибки делал сам. И сам их исправлял всегда. Вот этот протест, алкоголь, запрещенные препараты, это еще в школе началось? Ну, вот смотрите, курение, это был вызов. Да. Однозначно. Это был седьмой. Семь лет это был. Какой седьмой? В пионерлагере мне впервые сказали, там, затянись, аптека скажи. Через день я надавал поддых всем своим друзьям, все научились курить, да. Алкоголь появился в жизни? Да, где-то лет, наверное, в 11-12. Первый раз мне дали попробовать алкоголь, а кто-то из близких на Новом году мне налили 20 грамм коньяку. Я их осушил, мне очень понравилось состояние, новое какое-то. А потом все чаще и чаще, там, я помню, спиртом мы разбавляли водой. Ну, а запрещенные препараты как появились в твоей жизни? Ну, там, покурили, я помню, лет в 12, что-то там, закрылись на чердаке, пацаны говорят, на, вот, попробуй. Потом пришлось попробовать все. Но вот ты же в какой-то момент остановился. Ну, я не сам остановился, мне помогли. Сам бы я, наверное, уже не остановился, потому что, так сказать, далеко зашел. А где деньги на все это брать? Что это стоит денег? Ну, знаете, во-первых, Эдита тогда привозила кассовые деньги в концерты, вот, и вся эта, как бы, вот, мелочь была в пакетах. Я оттуда просто неучтеночку дергал, пока это не было. Не воровал у бабушки? Конечно. Какое-то было комплексное лечение или что? Ну, привезли меня в Москву сначала, там, в Барвиху, вот, значит, пару дней я там продержался, потом говорю, не хочу, значит. Потом начались какие-то, там, так сказать, психологи, там, специалисты, то есть разные, с которыми я общался, вот, какие-то препараты, там, не знаю, аминокислоты, там. Ломки были, как у наркоманов со стажем? Да были когда-нибудь. Ну, лет... Страшно? 18 назад. Страшно? Стремно. Страшно? Неприятно. А что бабушка говорила? Ты и внук, она понимает, что у тебя... Она меньше всех понимала, что... Она меньше всех понимала, что... Эта история. Есть зависимость уже. Вот что она, что она говорит? Она не знает, что такое зависимость. Для нее просто страшно, вот, что это... Что это вообще рядом. Да. Старшее поколение смотрит на это через призму алкоголя. Человек не шатается, говорит, занятный. Не пахнет. Спиртом не пахнет. Да, да, да. А казино как появилось в твоей жизни? Казино появилось тогда, когда деньги стал зарабатывать. Вот. Но не хватало каких-то острых ощущений в жизни. Потому что я всегда был на острике. У меня всегда какие-то пиковые эмоции были в жизни. Рулетка? Вот. Вот. Фу. Рулетка это не мое. А что? Блэк Джек, конечно. Блэк Джек, да. Блэк Джек. По 6, по 8 часов за ночь. Три пачки сигарет, невроз. Вот. Это было потрясающе, потому что тогда ничего взамен я не мог. У меня не было сольных концертов, там, каких-то праздников глобальных. Потработал корпоративчик где-то в ресторане, взял деньги и пошел туда за эмоциями, за настоящей жизнью. Деньги свои проиграл? За настоящей жизнью. Да. Свои. Но однажды мне дали 5 тысяч на песню. Вот. Вот это будет твоя первая сольная песня. Естественно, я подумал, что соточку можно оттуда извлечь, пустить в ход. И заработать. Приподнять соточку назад, а на остальное поиграть. Так. И вот соточка ушла, двух соточек, я думаю, ничего, отыграем, косарик отыграем, пятерочка ушла, и не осталось ничего. И что делать? Я помню, как я шел по городу, даже не было на метро денег. У меня жуткий сушняк от сигарет выкуренных, невроз, всего трясет. Я иду пешком, там, как-то пролез в метро, вот, и меня охватило отчаяние, потому что 5 тысяч долларов, у меня были какие-то огромные деньги. Неподъемные, да? С измеримых, да, я не понимал, как и где их можно заработать, честным путем. Вот. И я приехал, я через какое-то время написал сам текст на эту песню, вот, и по сей день она входит в мой первый альбом. Когда она жила под купол цикла, Лёха, как спичку, айвасфальт фоточитал, Ещё и режут фотосы, не комбинку, Когда она жила под купол цикла. Она не знала, что такое заплакать, Когда её толкали в путь, ну, снялить, Когда в душе готовый дождик закапать, Она не знала, что такое не плохое. Девочка, на шаре в великой руки твоей нет, И не сжимают в пружину твои движения. Хочешь ты, ты ночью, кто-то с тобой останется ряда, Девочка, не хватай, не на ха. Мне часто снилось, что она станет птицей, Слудит и путь в синем небе, Кружится, и всё, что было, Но больше не повторится, И не сжимают в пружину твои движения. Девочка, на шаре в великой руки твоей нет, И не сжимают в пружину твои движения. Хочешь ты, ты ночью, кто-то с тобой останется ряда, Девочка, не хватай, не на ха. Хочешь ты, ты ночью, кто-то с тобой останется ряда, Хочешь ты, ночью, кто-то с тобой останется ряда, Девочка, не хватай, не на ха. Девочка, на шаре в великой руки твоей нет, И не сжимают в пружину твои движения. Хочешь ты, ночью, кто-то с тобой останется ряда, Девочка, не хватай, не на ха. Знаешь, какие последние случаи стоят про себя? Якобы ты тайно женился, при этом никому ничего не говоришь? Понимаете, у меня есть родственники, которым я говорю всё. Поэтому, если бы это произошло, конечно, я позвонил бы матери, позвонил бы, идите. Так, идите, и сказал, я женат. Звонил, говорил? Нет! Нет! Я думаю, все влюблялись в этого артиста. Даже бурановские бабушки у меня любят его. Да? Да. Ну, я не отвечал. Да, собственно, было. Но он как-то не ответил. У нас калатоническая с ними любовь, да. А первую любовь помнишь свою? Первый поцелуй у меня был в 12. У нас была девчонка такая, которая целовалась со всеми за деньги и бесплатно. Вот. И она меня научила. И всё, и с тех пор у меня был большой перерыв. У нас стоит в гостях сейчас вот на исходной Наталья Еремеева. Надеюсь, что это не она встречается. А-а-а! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! Симпатия была? Симпатия? Симпатия появилась после того, как он проявил себя. Что же сделала? Пригласила проводить до дома. Это вам сколько было лет? Сколько в большом классе? 14. 14? Вы согласились? Ну да, а чего нет? Зачем сумку тащить тяжело? Он ещё предложил портфель дайвить. Вы знаете, в 14 он уже умел целоваться. Я это узнала потом. Его научили добрые люди. Я брал сумку и всё, и освободил. А поцелуи были? Да. Да? Ну, рассказывайте. Проводил до дома, донёс портфель. Так. Зажил, поцеловаться, согласилась. Всё, и закрутилась. Наташку тогда, помню, любили все. У неё были ухажёры, там, Серёжка, Парфилов, Димка, Конев. Предпочла она всё-таки в ту пору меня. Я помню, однажды я подарил Наташе на день рождения много косметик. Косметика это была моей бабушкой. Очень дорогая косметика для взрослых женщин и стареющей кожи. И каждый из этих тюбиков стоил очень больших денег. Я собрал штучек 5-6 самых красивых и подарил. Вечером был скандал, когда бабушка не обнаружила ночного крема, как бы увлажняющего и вдохновляющего перед сном. И часть косметики пришлось вернуть. Помню духи Эдиды Пнехи, которые стояли у меня на полочке. Были подарены тоже. Тоже из резерва. Женщин бальзаковского возраста. Завоёвал, завоёвал, завоевал. Завоевал? Завоевал. Хорошо. По поводу секса была мысль однажды, что будет секс. И мы к этому готовились морально долго. И решили, что будет компания, выпьем немножечко, раскрепостимся и будем сексом. А оказывается, что немножечко для меня оказалось не то же самое, что немножечко для Наташи. И через пару-тролечки рюмок Наташа стала. Не очень хорошо. Я не буду рассказывать, что произошло после. И поэтому секса не произошло. То есть переборщили немножко. Да, переборщили. И с тех пор мы больше не пробовали. Скажите, сейчас ваше сердце замерло? Я могу сказать, что я как человек, который нуждается в каком-то, так сказать, дополнительном допинге, вот, в творческом месте, с меня влюблено. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И весь мир за тебя говорил. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что с тобой? Что с тобой? Жизнь нарядная. Думаешь, ты разгадал, что надо ей? АПЛОДИСМЕНТЫ Но ведь она не твоя, хоть с тобой она Даже иногда ты выпивала, нет, она не твоя Как ладок не надо, тебя она выпивает, она не твоя Ты играешь с ней, а она с тобой Потому что знаешь не ты, что в себе стоит жесткая любовь Дальние жаркие свидания Ссоры и ранние рыдания Молодой кровь не пить, дело с первое Это все так скоро надоело ей Боль любви твоей Но ведь она не твоя, хоть с тобой она Даже иногда ты выпивала, нет, она не твоя Но ведь она не твоя Она не твоя, ты играешь с ней, а она с тобой Потому что знаешь не ты, что в себе стоит жесткая любовь Я не слышу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как попал на фабрику и говорили, что по блату Все, все подряд Бабушка заплатила Стас Пьеха, внук Пьехи, точно позвонила Точно Сначала позвонила? Сначала купила Дробыша Потом всех остальных Дробышу купили на свои Человек, который поверил в него Ходил и доставался Ну включите в список Пьеху, запишите Не, ну запишите Пьеху Я говорю Почти все, мне кажется все Не хотели брать его на фабрику Не знаю почему Потому что то ли не верили, то ли боялись с ним связываться А что боялись? А я не знаю, что боялись Может какие-то сериатипы работали Но я был тогда молодой безбашенный И считал, что вот это вот точно И это, говорю, вот мой Я буду всю фабрику им заниматься Дайте мне, пожалуйста, самовыразиться через него Была еще одна легенда Якобы я слышал такую историю Что Стаса Пьеху взяли специально на фабрику Дабы потом с позором выиграть Да, до этого выиграл Никита Малинин Если бы выиграл Стас Пьеха еще раз То мир бы вообще разочаровался В сахарной сопле Да, то есть выигрывают только те У кого папа, дядя и Никита Ты сам зарабатываешь на жизнь В материальном плане что удалось купить Вот своими руками Ни бабушка, ни мама Недобрый дядя-продюсер А вот что сам? Квартиру купил? Да он помог дяде-продюсеру квартиру купить А, да? Дробышу квартиру купил Дом вместе строим И себе две плевать У меня квартира красивая, хорошая Да, все, все, все есть У меня три машины Вот, тоже сам купил Крайне редко помогаю маме И еще реже бабушке За что себя колю, но буду помогать Вот, я хочу заработать еще больше денег Хочу подарить семье Какой-то бизнес И возможность жить безбедно и долго Вот это мои планы Можно друг от друга скрыться Поменять, судьбу пилиться Сделать вид, что я не тот, не и так Моя работа, вот, забытая Остались только доченьки И меня на ладони И меня Но не понять ее Не объяснить Не смогли бы ты Никак слышать А может, как невидимая Этой ночи в синею Суметь нас с тобой соединить На ладони меня На ладони меня Остались только доченьки Больше Раз кого Не не точит Кто кого Понять не хочет В демоне Закрыто бесконечное Моя любовь к тебе, забытая Осталась только дольше ими я На ладони ими я Но не понять её, не объяснить Ни с вами, ни ты, ни я, слышишь А может, как не видимо, я любить Этой ночью синюю Суметь нас с тобой соединить На ладони ими я На ладони ими я Трубка, трубка Можно скрыться Не понять её Объяснить сам Осталась только дольше ими я На ладони ими я Но не понять её, не объяснить Не с вами, ни ты, ни я, слышишь А может, как не видимо, я любить Этой ночью синюю Суметь нас с тобой соединить На ладони ими я 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 Молодая линия! Ты вот могу я спросить, почему у меня сложились отношения с отцом Спаса? Я могу сказать, почему. Потому что мне было 19 лет, мне было 29. Мы какие-то, ну, действительно, люди из разных миров были. А Стас часто видится с отцом? Ну, за всю жизнь мы виделись раз в 5 лет. Он в Литве, туда виза нужна. Первый раз мне было 13 или 14 лет, я помню, я приехал тогда к нему, впервые его видел. Он обрался, говорит, ты знаешь, я всю жизнь мечтал с сыном выкурить сигарету. Выкурить сигарету? Да. Он говорит, а ты куришь? Я говорю, да. Зашли в куспы, сели там, покурили на лавочке. А вообще давно видели в последний раз Стас? Давно. Сколько лет прошло? Ну, лет 5-6 назад. А как отношения сложились с отчимом? А, с каким вообще? Давай разбираться. А был не один? У меня на разных этапах жизни всегда были мужчины, которые что-то мне давали мужское. Вот, то есть генофонд мне от 5 раз. Вот, потом юношеские годы, то есть, как какая-то творческая эстезия, вот, какой-то нерв. Вот, у меня от Юры. Вот, а уже зрелые какие-то мысли, там, музыкальные вкусы, да, какие-то правильные принципы жизненные. У меня от Жени. Вот, поэтому у меня три отца полноценных. Ну, вот если говорить о Юрии Быстрове. Да, Юрии Быстрове. Да. Как ты его называл? Папа или пойми отчество? Я его до тех пор, пока я знал, что у меня другого папа нет, называл папа. А мне сказали, что он живет в Индии сейчас, да? Ты знаешь об этом? Иногда. Иногда? Иногда. То есть, в зимний период, да? Нет, периодически он живет в Индии, потому что там ему легче дышится, там здоровье у него поправляется, все фибры его души там расцветают. Знаешь, все фибры его души сегодня в нашей студии встречаются. Перепомните тот светлый день, когда Стас впервые назвал вас папой. Наверное, такое не забывается. И поверьте мне, в жизни каждого человека, вот когда, не знаю, малыш, вот этот, вот крепенький, всегда, не знаю, веселый мальчик, вдруг называет тебя папой, это чудесное, не знаю, ощущение, это счастье, это любовь. Мы приехали с гастролей, я помню. И, ну, Стасик так, он на руках у кого-то был. И я говорю, вот Юр, ну вот Стасик, Стасик, действительно крепенький. И он как-то так его раз и обнул. И я смотрю, получается, все нормально. Принят. И отошли тогда? И отошли. И дальше они называли друг друга ласковыми именами. Мы опустошенные тщетной надеждой, Мы просто плинки из собственных грез. Света лишенные в Боге невежды, Мчимся среди ослевающих звезд. С утра привычная гонка по кругу. Дела, заботы которых не счесть. Игра, где мы потеряли друг друга. Расскажи, зачем нужна благая вещь. Жилья сброшены на землю, Мы больше никогда не полетим на свет. И в этой позабытой господа вселенной Надо звать любовь, ее здесь больше нет. Мы были нищими, мы были святы, Не получилось от нашей любви. Но искушеньями мира объяты, Мы стали просто чужими людьми. С утра привычная гонка по кругу. Дела, заботы которых не счесть. Игра, где мы потеряли друг друга. Наслажды, зачем нужна благая вещь. Жилья сброшены на землю, Мы больше никогда не полетим на свет. Игра, где мы позабытой господа вселенной Надо звать любовь, ее здесь больше нет. Обустошенные тщетной надеждой, Мы просто пленники собственных грез. Света лишенные в боги невежды, Мчимся среди остывающих. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так говорят очевидцы. А вы со Стасом сколько находились? Он 7 лет, мы жили вместе. В общем, как-то и в садик он ходил. Когда начались уже гастроли? После театра? Вот и поэтому как-то получилось, что уже все сложно. Идита делает предложение, от которого никто не мог отказаться. Говорит, давай он будет жить у нас. А Стас как к этому относился? Я понимаю, что ребенок 7 лет еще мало. Он же к бабушке переехал, к родной. Стас, не было в детстве обиды, что мама уехала, что мама занята? Обиды глобальной не было. Но вот в те моменты, когда я стоял на Богатырском, это наша первая квартира, а мать покидала квартиру с чемоданами на несколько дней, я помню, что я оказывал сопротивление. Не знаю, помнит ли она. А как оказывал? Что ты мог сделать? Я хватал ее, я отнимал чемоданы, я закрывал дверь с собой. Потому что я представлял, что меня ожидают 5 дней без матери. И, конечно, у меня была истерика в 4 года. Но бабушка держала тебя в строгости? Могла доказать? Бабушка держала меня в строгости раз в 3 месяца, когда приезжала. Поэтому строгости там никакой не было. То есть ты был предоставлен сам себе? Скорее была радость какая-то такая мимолетная. Сколько прошло времени, чтобы Едитая Саниславовна пришла и сказала, что я вот тобой горжусь как артист? Вы знаете, у нас вообще отношения с Эдитой, они очень своеобразные были. Они не были плохими, то есть это была любовь со стороны, на расстоянии. Но я никогда не знал, кто такая Эдита. А Эдита не могла сказать, кто такой я. Потому что виделись мы там раз в полгода, раз в 3 месяца, 1-2 дня, какие-то подарки, радость. То есть на повышенных эмоциональных каких-то общались тонах. И опять расставались. Я стал узнавать, кто это такая, ну, буквально несколько лет назад. Я стал погружаться в историю, узнавать, что, как она жила, чем, сколько у нее было мужей, почему их сейчас нет и так далее. И, конечно же, похвала, она возникла только в последние годы, когда и она вникла в то, что я занимаюсь, что я пишу стихи, что я пою песни, побывала на концертах каких-то. Начала проникаться мной. И тогда пошла похвала. А раньше никаких рецензий не было абсолютно. Пусть, сердце мое, ты будешь всегда. Я помню о том, каким был серый мир без тебя. Я живу только тобой. Я учусь верить и ждать. Ты моей стала звездой. Одной тебе хочу я сказать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. В твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Ночь в темном окне, Меж над и моря. Что видишь во сне, Когда на небе звезды горят? В час, когда мне нелегко, Вспомню я голос родной. Пусть сейчас ты далеко. Тебе хочу сказать, я одной. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Я с тобой смогу о чем-то главном мечтать. И выше неба к солнцу взлетать. Твои ладони к сердцу прижать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Твоя улыбка не для меня, но я тебя, любимая, буду ждать. Я с тобой, но ветер знает, ты не моя. Эдита, проходи, пожалуйста, ко мне. Здравствуйте всем. Потому что я принято объявлять. Народная артистка СССР Эдита Пьеха. Я плохая бабушка моя, гастролерша. У нас не было нянек. Стаса возили с собой, и он выбегал на сцену. И я спрашивала, как тебя зовут? Кто ты? Я твой внук. Ты любишь музыку, да. Кого ты любишь из иностранных певцов? С Тиви Уандера. Да, такое было. Ну, короче, он никогда не попадал в такие ситуации, чтобы не было за него стыдно. Это не потому, что он мой внук. Да я его ругала. Я помню, однажды на гастролях был очень вкусный обед. Он сказал, а я не буду есть. Я это не люблю. Я его по попе как отшлепала. Он заплакал, и я поплакала. А потом мы обняли друг друга. Он сказал, ну ладно, я пойду съем. Ради тебя. Вот тут уже мужское начало проявилось. Это только, наверное, плохие люди ему такое могли говорить, что Стаса называть бабушкиным внучком. Нет, он у нас мужичок. Да, из самого начала. Очень часто мне говорят, ой, а ваш внук, это внутренний сын? Я говорю, это он внук. А что не муж? Как он муж? Не надо меня позорить. Как я услышала песню «Посвещение». Я редко плачу. Я не умею плакать громко. Если плачу, так только тихо. А это был большой восторг и невероятная благодарность судьбе, что я дожила до такого дня, когда внук сына моей доченьки мне посвятил песню. Я помню каштаны в огромном окне, бездонные бедра цветов. Я помню зима на своей простыне, дубовую дверь и засов. Я помню твои привозные шаги оттуда, где вечное лето. И скоро мы снова с тобой далеки. Ты где-то, я где-то. Я помню то небо, без края и дна, И толпы смотрящих в бинокль. И кажется, ты не бывала одна, И все же тебе одиноко. И точно витали с тобой в облаках По разные стороны чудо. Я помню, как с Сашей ходил на руках. Я помню, я не забуду. Боже, как мы с Тобою похожи, И в песочных часах тает время неправ чужой. Разные веки имя одной тоже. Знаю я, что родился согретой твоей звездой. Я помню, как дом покидали вдвоем, Но в разные стороны света. Ты знала, зачем мы на свете живем, Но мне не давала ответа. И я заблудился в полуночном веке, Мы вместе в потемках пропали. Я помню, как руки по локоть взяли, Меня из беды вынимали. Боже, как мы с Тобою похожи, И в песочных часах тает время неправ чужой. Разные веки имя одной тоже. Знаю я, что родился согретой твоей звездой. Я помню, как дышит большая Москва, Под тяжестью пыльного лета И новую грань обретали слова. Ты мне открывала секреты. И снова гастроли, полярная ночь, И снова от края до края. Желаю тебе вновь себя превозмочь, А времени властно. Я знаю! Боже, как мы с Тобою похожи, И в песочных часах тает время неправ чужой. Красный веки имя одной тоже. Знаю я, что родился согретой твоей звездой. Знаю я, что родился согретой твоей звездой. Знаю я, что родился согретой твоей звездой. Спасибо, Сан. Спасибо. Спасибо. Мама, понятно, известный человек. Бабушка тоже. Гастроли, концерты. Кто твоя, Арина Родионовна? Все. Все. У меня, по-моему, Арина Родионовна, она поделена на 8 частей, как минимум. У меня была гастрольная мама. Были случайные какие-то места дислокации, куда меня отправляли пожить, пока все уехали. Прости, пожалуйста, как ты Челобанов рассказывал на этом стуле, что такое гастрольная жена, а вот что такое гастрольная мама? Гастрольная мама – это все то же самое, но без интима. Гастрольная мама – это тот, кто за тобой приглядывает, кормит тебя, заботится, какие-то тебе истины, простые ценности вкладывает в уста. Когда ты на гастрольной маме... Вера Михайловна, здравствуйте. Я здесь. Где? Вот. Давайте обнимемся тоже, чтобы вы ко мне привыкли. Я вас люблю. Вы мне очень симпатичны. Спасибо. Очень хорош. Спасибо. А как вас называет Стас? Верон Шпирон. Верон Шпирон? Да. Вера. Вера Шпирон. Вера Шпирон. Он меня почему-то мочегом кладет. Нет, я считаю, что это иммуномодулятор. Ну, это нормально. Это от души. Стас, это хорошо. Сколько Стасов было лет, когда вы появились в семье? Он только родился. Ноль. Ноль? То есть вы с самого рождения? Он родился 13 августа. Да. 13.35. Не деревки. И сидит весь в черном. Почему? Ну, это ерунда. А, Единственная Славовна, честно, кого хотела? Внука или внучка? Внука. Внука. Внука? Заказ был... Скажите, УЗИ было. Что было? УЗИ. Я вам сейчас открою секрет. Она хотела сына. Она хотела сына. Да. А, в смысле, я? Ну, родилась дочь. А, в смысле, я? Да. Ну, хорошо, выписка из роддома такое значимое для любой семьи событие. Как это было? Скромно? Или журналисты? Нет, нет, ничего этого не было. Просто ящик шампанского принесли в дом и все гуляли. Что приходилось делать? Чем вы занимались? Вот ваши непосредственные обязанности. Весь дом, весь быт, все на вас? Ну да, ну, что обычно делали хозяйки в доме. Верка, кстати, разбила не один сервиз у нас. Вот об этом. Покупались дорогие сервизы, вот, привозились... Опять же, поклонники, подарки, концерты, все это. Подарки, поклонники, там, фарфор, хрусталь. Вот, периодически что-то пропадало. Вот, ходила Вера с невинным видом абсолютно, вот, и все понимали, что кроме Веры разбить это было некому. Но однажды Вера и сама чуть не разбилась, у нас была большая библиотека такая, и старинный дом, потолки были четыре с лишним метров. Приходилось вставать по стремянку, подняться наверх и достать интересующую тебя книгу с верхней полки. И однажды с криками... Все, да, вот, раздался грохот, содрогнулся весь дом, вот, и весь район, затрещали стекла, вот, и мы обнаружили Веру, которая удачно упала на мягкое место, вот, и сидела обеспораживая. Не надо, ты не прав. У меня было пять переломок. Правда? Да. Это НТВ. Я бы... Мы надо. Ух, старая история, как мы восстанавливаем, сегодня все приехали, ой, как веку. Ох, мы с тобой приехали, с коллективом этого пьехи, ну! Чтоб вам всем тут было хорошо. Жизнь как песни ведь. И будьте счастливы. И здоровы все. Я искал свою любовь У далеких берегов Ее череп По забытым адресам Незнакомым голосам Найти мечтам И чуть жарче! Эй! Ты ангел мне свой, он о том, что все пройдет И солнце сядет, а потом опять сойдет И солнце сядет, а потом опять сойдет Сладая история, как молододная Мелодия звучит во мне О, мы своя бездомная Любовь бездомная Правда не ходит по земле Но не ахрекусь Я огнем Навсегда во мне Никогда не напишу до востребования Прости меня И не говори прощай Лучше до свидания Я жду тебя Тебя Ангел не станет, а то, что все пройдет В сердце сядет, а потом опять зайдет Старая история, как воронок в краях Мелодия звучит во мне О, грусть моя бестонная Любовь бестонная Проявит полный позитет Но не отрекусь Я от нее навсегда во мне Ангел не станет, а то, что все пройдет Остаться сядет, а потом опять зайдет Старая история, как воронок в краях Мелодия звучит во мне О, грусть моя бестонная Любовь бестонная Пройдет и ходит по земле Старая история, как воронок в краях Мелодия звучит во мне О, грусть моя бестонная Любовь бестонная Пройдет и ходит по земле Но не отрекусь Я от нее навсегда во мне Мелодия звучит во мне Хочу сказать Десять лет на сцене Что чувствуешь? Еще хочу Ну что ж, друзья Сегодня в этой программе Был Стас Пьехов Всем удачи, крепкого здоровья Пока Он выходит из студии Как со святого причастия Сегодня Стас Пьеха Впервые рассказал О своем темном прошлом О брошенном детстве И наркотической западни Дэйла скрывает Что-то сейчас Скрывает Был и был Наоборот Гладите Наверное, что вышел Как-то из этого После такого откровения Коллеги по шоу-бизнесу Смотрят на него Совсем другими глазами А ведь раньше Они считали Стаса Пьеху Всего лишь бабушкиным протежем Один На сто тысяч Обычный человек Как бы выкарабкивается И становится кем-то Я один из этих сто тысяч людей Стас Пьеха признается Близкие умоляли его Не открывать о себе Страшную правду Но он решил быть честным И со своими поклонниками И с самим собой Ведь сейчас в его жизни Все как по нотам И это его личный повод Для гордости Я давно сказал, что я хочу Быть честным перед всем У меня такая задача Я не хочу лгать Не хочу придумывать образ Не хочу пользоваться шаблонами Я хочу быть таким, кто я есть И пусть меня полюбят Таким, кто я есть А не полюбят Пожалуйста, не надо Есть другие персонажи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok